Всем доброго времени! Очень много сейчас заявок, очень много вопросов по поводу конца света. СМИ рассусулило эту новость, все ждут окончания. Некоторые источники 23 сентября, некоторые 8 октября. Некоторые говорят, что будет некий метеоритный дождь. Другие говорят, что нас погубит планета Нибиру, якобы, которая есть, о которой никто, еще толком нет никаких проверенных данных. Я как человек, который имеет отношение к сфере маркетологии, я считаю, что это самый настоящий маркетинговый ход. Для того, чтобы люди паника, ажиотаж, вырастает объем продаж у всех абсолютно, всевозможные вещи люди пытаются покупать, продовольствием запасаться и так далее и тому подобное. Ну и в целом и у психологов работы прибавляется, и у всех людей, которые якобы будут души очищать перед концом света и так далее и тому подобное. Вот. Людям интересно чего-то бояться. Но, тем не менее, я хочу посмотреть, существует ли действительно эта планета Нибиру. Значит, собственно, чтобы не думали, что я вот просто первый раз беру карты. Я занимаюсь в целом гаданиями с 12 лет. Сейчас мне 34 года. То есть уже занимаюсь этим довольно-таки давно. 22 года. У нас же страшно. Вот. И какие у меня предсказания? У меня было интересное предсказание по выигрышу Трампа в выборах. Оно сбылось. И по Евровидению я видела, кто пройдет финал, большую часть финалистов. Ну, собственно, посмотрите эти видео, если вам интересно. Есть ли вообще планета Нибиру? Существует ли она Туз Жезлов? Вот именно там, где предполагается Жрец и Туз Мечей. Ну, вот по этим картам я бы сказала, что если эта планета и существует, то Тузы показывает, что она, ну, во-первых, недостаточно большая, почему-то есть ощущение. Во-вторых, по карте Жрец очень похоже на то, что люди вот эту мысль упорно-упорно нам проталкивают в голову, чтобы боялись, чтобы был страх. Но Тузы – это что-то явно небольшое. Небольшое. Сейчас еще посмотрю на других холодах. Можно и на дверках посмотреть. Существует ли планета Нибиру? Действительно. Вот есть ощущение, что в искаженном смысле люди воспринимают немножко неправильную информацию. Ну, да, я думаю, что преувеличивают и вообще не очень похоже, что она вообще существует. По пятерке, кубках. Очень-очень сомнительно. Вот выпали бы хотя бы два старших Аркана. Выпал бы Аркан Мир хотя бы. Ну, не похоже, что вообще-то Нибиру существует. Для того, чтобы она встретилась, она как минимум должна существовать. Вот. Сейчас еще посмотрим, существует ли эта планета Нибиру. Не-а. Крест, Золушка и Шантаж. Это очень похоже на какой-то заговор, на какую-то манипуляцию человеческими эмоциями. Особенно вот пожилые люди склонны верить в это все. Посмотрите. Крест, Золушка, Шантаж. То есть абсолютно у меня внук 85%, что вообще этого не существует. Ну, еще на третьей колоде посмотрю. На четвертой уже люди. Четвертая колода. Существует ли эта планета Нибиру. В нашей реальности. Рыбы. Кому-то выгодно нас нервировать. Всадник. То есть мысли. И летучая мышь. Карта страха. Две карты информации, которую упорно сеют в наших головах. И рыбы. То есть финансово это выгодно. Поднимать продажи среди населения. Собственно, вот такие вот расклады на планету Нибиру. Но сейчас я еще сделаю расклады на конец света. Насколько это действительно может нам грозить в 2017 году. Честно говоря, я это делаю для того, чтобы посмотреть карты. Я, в принципе, уверена очень-очень сильно, что вообще ничего не будет. Потому что все эти паники, все эти паранойи, они всегда нужны людям для того, чтобы управлять толпой, управлять массой. И если говорить о метеоритах, об астероидах, то очень многие мы можем видеть и знать только тогда, когда они уже пролетели. То есть заранее не все можно отследить и отфиксировать. Вот поэтому давайте посмотрим. Есть ли опасность конца света 23 сентября 2017 года. Луна, опять же, паника, страхи. Колесница. И туз мечей. Ну, для меня туз мечей это мало. Это как бы не такие сильные. По карте Луна это страх. Может, будут какие-то вспышки на солнце. Может быть, вот по карте Луна, может быть, где-то будут какие-то с водой связанные вещи. Вот, ну, может быть, цунами какие-то. Именно активно вода себе будет вести по карте Луна. Да. Но ни о каком конце света и не пахнет. Посмотрите, семерка кубков. То есть это больше делать сознательно, чтобы обманывать людей. Вот и все. Сейчас посмотрим еще. Второй колодой. Оракулом сос. Гулёнов. Абсолютно не карта конца света. Азарт. Тоже абсолютно далеко. И корысть. Ну, собственно, у меня вопросов не осталось. Для чего это делается? Ну, давайте посмотрим. Для чего вот так сеют в голову панику людей? Чего добивается? Пустая выпала карта. Нельзя, видимо, заглядывать в эту тему. Но одну все-таки я карту вытащу. Десятка пентаклей. То есть именно материальный интерес людей, которые этим занимаются. Ну, и в целом, будет ли конец света вот на какой-то такой вот период? Ну, давайте будем говорить в 21 веке. Вот просто посмотрите. Колесо фортуны, умеренность и карта выбора влюбленные. Вот по этим картам я бы сказала, что какие-то глобальные перемены у нас, безусловно, будут в мире. Почему? Потому что выпали три старших аркана. Но я могу сказать, что эти перемены будут не скоро по умеренности. И очень многое зависит от нашего выбора. То есть мы можем это контролировать. Мы можем сделать правильный выбор. Мы можем найти какой-то консилиум, какой-то вот такой вот вариант, который устроит всех. Нужно уметь слушать других людей. И я бы сказала, что это будут перемены. Поменяется жизнь на земле. Но это не конец света. Это именно выбор сознательный, который сделают люди. И, собственно, на этом все. Может быть, я еще отдельное видео досниму потом, вот по этой последней части, по этому триплету. И, надеюсь, мое видео вас немножечко успокоило, приободрило. И вы будете с удовольствием ждать 23 сентября. Я лично покупаю билеты в кино на это число. Чего я вам желаю. Ну, на этом все. С вами была я, ваша Литка Гадалка и канал Ороничный Аторон. Подписывайтесь на канал. И всех вам благ. Всего самого доброго. До встречи.